Девушки отдыхают... ... 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 Отдай! Нельзя! Боровка моя! Отвечай сюда! Иди отсюда! Это не твоё! Давай, мотай! Отсюда свои усы! Носька, не трогай ничего! Иди гуляй! Иди гуляй! Смотри, смотри, смотри! Нет! Нет! Иди! Проходи мне его! Пожалуйста, Невада, уйди! Подруга его! Нет, Паша! Как я буду рисовать? Невада! Да! Ну, я думаю, что у них нравится те времена, глядя, безумно, те времена нравятся муравлические пиджаки. Вот эти, которые ты химираешь? Такие пиджаки были с открытыми карманами, с лишними карманами. Записывай, Неваду! Всё, иди гуляй! Всем привет! Меня зовут Рита. Добро пожаловать на мой канал! Хотела сразу сказать, что у меня есть ещё один канал, где я рассказываю про свою личную жизнь, где я живу, что я делаю, про всякие интересные места и всё такое, что-то типа влогов. Но, помимо моей личной жизни, у меня есть ещё мечты, цели, желание что-то достичь, вот. И одной из таких целей – это научиться классно рисовать, потому что долгое время рисование было моим хобби, и вот буквально недавно мне пришла мысль в голову, что я могу зарабатывать на этом в будущем. Почему в будущем? Потому что я не профессионал в этом деле, и нигде, в принципе, не училась этому. По своей натуре я очень такой ленивый человек, скажем, и мне нужен кто-то или что-то, что будет меня всегда подталкивать идти вперёд. Для этого я и завела вот этот YouTube-канал, чтобы бросить себе вызов. Я думаю, многие, кто любят смотреть видео до и после, и я очень надеюсь, что вы здесь это увидите, если вы, конечно, это любите. Те, кто меня знают, могут мне сказать, типа, зачем я это делаю, ведь я и так супер-мега-круто-классно рисую. Но я не хочу сказать, что я прям начинающий художник. У меня есть небольшой опыт, но я и не профессионал. Мне бы хотелось достичь чего-то большего, что-то лучше научиться. Конечно бы я хотела, чтобы я начинала вот этот канал именно с нулевого уровня рисования, чтобы показать другим людям, что реально можно чего-то достичь. Не важно, какой у вас уровень вообще. Будто это рисование или спорт или ещё что-нибудь другое. Ведь всегда есть к чему стремиться, да? И поэтому я хочу провести такой большой эксперимент. Поэтому я хочу записать видео, как я рисую со всеми моими ошибками и провалами, а их немало. А по большому счету мне иногда даже не удавалось нарисовать то, что я хочу с первого раза. Поэтому я и как бы затеяла эту идею. Потому что я не думаю, что вот просто все супер-мега-профессионалы, все сразу могут нарисовать шедевр. Нет, я такая же, как и все. Я могу делать кучу ошибок, кучу непонятных вещей. Ну, в принципе, как вы видите в этом видео, я не супер-классно рисую. Так, чисто набросок можно сказать. Потому что вот я буквально недавно ходила, точнее я брала классы у преподавателя. Он даже не преподаватель, он художник, тату-мастер. И не сильно он там классно преподавал, как по мне. Так, простые вещи. Но все же он мне говорил, что я не супер-классно, как я уже сказала, не супер-классно рисую. У меня есть к чему стремиться, у меня есть много ошибок. Он все время говорил, что у меня есть потенциал, честно. Я не знаю, кому верить, кому нет. Потому что многие хотят просто срубить бабла. Ну, я не думаю, что он такой человек. И он мне очень часто показывал мои ошибки, чего я не делаю, чего я не доделываю, что я делаю правильно, а что нет. В данном видео я использую угол. Я не знаю, как он называется по-русски. Если я, конечно, найду его название, то я напишу down below. Я забыла весь русский язык. Я напишу в описании. На английском называется one charcoal. И я тоже напишу, что за бумага, на которой я рисую, так как она была не из дешевых. Я уже упомянула, что я брала классы у тату-мастера-художника, слэш-художник. Я все оставлю внизу в описании. Как бы, в принципе, вы уже заметили, что я не сильно классно рисую. Может, кому-то покажется, что классно, но у меня ужасно куча ошибок. У меня в конце вообще вышло даже непропорционально лицо, потому что я смотрела со стороны, так как сверху у меня была камера. Вот. Я думала потом, после того, как я сняла видео, немножко дорисовать, подштриховать немного. Но подумала, ну зачем? Ведь я уже сказала, что я хочу провести такой эксперимент от начала до конца с моими всеми ошибками, с провалами и так далее. Вот, в принципе, моя самая первая ошибка. Да, кстати, у меня есть еще первое видео. Если вы его смотрели, это просто водное видео. Я просто испытывала себя, как это будет получаться и что из этого вообще может получиться. Вот такие вот дела. Приятного просмотра, что ли. А, да, хотела еще сказать. Так, я начинаю этот эксперимент. Сразу хочу предупредить, что я не буду пока что ничего брать со своей головы, так как я учусь, и это учебный процесс. Есть вот эти вот видео, которые будут. Я буду заготавливать какие-то картинки, образцы. Может, даже буду копировать каких-то иллюстраторов или художников. Мне кажется, это вообще самая классная идея, как научиться рисовать. Особенно, если вы хотите научиться какой-то новой технике в рисовании. Да, вы просто берете ту технику, которая вам нравится, какого-то определенного художника, и вы просто перерисовываете. И потом как бы вот оно так учится постепенно-постепенно. А потом вы эту можете технику перекладывать на другие картинки. Даже можете делать свои фотографии или то, что там всплывает у вас в голове. Не важно. Это уже up to you. Ну да. Вот поэтому sorry, конечно. Но и пока что я буду немного плагиатить. Всем приятного просмотра. Еще раз меня зовут Ита. Подписывайтесь на мой канал, если вам очень интересно или вообще интересно посмотреть, что потом станется с моим каналом. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я оставлю все ссылки в описании на мой инстаграм, на страничку ВКонтакте. И там, если еще что-нибудь найду, то оставлю все внизу в описании. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok